Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и вы находитесь на библейском портале «Экзегет». К нам поступил вопрос от подписчика. «Зачем Бог насадил древо познания? Люди были глупыми. Откуда им нужно было знать? И Бог выгнал их из детского сада, как детей-сирот». Вот такой странный вопрос нам попался. Но за этим вопросом кроется серьезный богословский контекст. Дело все в том, что мы с вами, открывая книгу Священного Писания, книгу Бытия, мы как раз-таки находим слова или заповедь Божию, данную Адаму. В книге Бытия Господь говорит следующее. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Здесь мы видим с вами конкретную заповедь Божию, соответствующую санкции этой заповеди. «Если ты нарушишь эту заповедь, то ты умрешь смертью». Адам об этом знает. Человек падает, вкушая от этого древа. Что это было? Древо разве было магическим? Может быть, оно содержало плоды, имеющие химический состав, открывающие какие-то знания? Нет. На самом деле это воспитательная педагогическая заповедь. Да, Адам еще не знает, что такое может быть атомарное движение, броуновское движение, не знает законов Ньютона и так далее и тому подобное. Он не знает еще ничего. Но разве незнающий человек, незнающий природу или незнающий естественной науки, не может исполнять каких-то повелений, тем более повелений Божьих? Мы видим, что Адам общается с Богом. Адам нарекает имена животным, что говорит о его все-таки достаточно высокой развитости, умственной развитости, некой проницательности. По крайней мере, святые отцы именно так толкуют этот текст. Знает ли Адам, что хорошо, что плохо? Конечно, знает. Древо познания добра и зла, слово познания. То есть он познал опытным путем, что есть зло. Можно знать, что нельзя никого убивать просто потому, что ты так воспитан. А можно убить и понять, что это плохо, ощутив муки совести. Я думаю, что все наши слушатели предпочли бы для себя и для своих близких именно первый путь — знать, что это плохо, и не впадать в это. Это наиболее аккуратный и спокойный, благоприятный путь. Далее. Если Адам не знает, что такое добро и зло, то и судить его не за что. Но раз Бог изгоняет его из рая, значит, на то были причины. Значит, Адаму больше в раю быть невозможно. Ему придется трудом заслуживать или получать то, что он видел в раю. Скажу еще больше. Мы знаем с вами такую житейскую народную мудрость о том, что то, что мы имеем, мы не ценим, а то, что мы теряем, когда теряем, мы плачем об этом. Так вот, с Адамом та же самая ситуация. То, что он имел общение с Богом, райский сад, он, по всей видимости, это не ценит, ибо в таком бы случае он боялся нарушить эту заповедь Божию. Но как только он потерял, он хотел бы вернуться. И вот это желание вернуться сподвигает Адама и его потомков к тому, чтобы постоянно возвращаться к Богу, налаживать эту связь. Появляется понятие религии, как восстановление порушенной связи. Нам это становится необходимо. Но если мы не ощущали вкус сладкого, как мы можем хотеть этого вкуса? Поэтому Адаму необходимо было это райское жительство. Это, может быть, был некий такой педагогический момент Божий, когда Господь использует момент потери рая, допускает Адаму это сделать, для того, чтобы Адам захотел туда вернуться. Нужно сказать еще о следующем. Почему Адам и Ева после грехопадения начинают видеть друг друга ногами и прячутся? Когда вы видите свою наготу сами, и никого нет вокруг, и вы знаете, что никто случайно не зайдет, вы не стыдитесь своей наготы. Но как только появляется второй человек, стыд начинает возникать. Так вот, Адам воспринимает, по всей видимости, Еву как самого себя. Он говорит, ты жена, потому что я муж. В еврейском это ты иша, потому что я иш. Соответственно, Адам видит в ней себя, а она видит в нем себя, и они не стыдятся друг друга. Между ними любовь абсолютная, ничем не омраченная. Но грех, вошедший в их жизнь, он разделяет их друг от друга, и поэтому они начинают стыдиться своей наготы. Поэтому они начинают стыдиться Бога, потому что грех вошел в их жизнь, дерзновение пропало, а стыд появился. Так вот, история грехопадения — это история педагогики, с которой еще хотелось бы добавить следующее. Есть такой преподобный Максим Исповедник. Так вот, он считал, что даже если бы не было грехопадения, воплощение бы Иисуса Христа было бы все равно, потому что Бог настолько любит человека, что Он стал человеком. И не только из-за того, что мы упали, а Он бы стал человеком, даже если бы мы не упали, чтобы сродниться Богу и человеку. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю свой ответ на данный вопрос. Хотя он имеет очень глубокую перспективу, но формат ответов на вопросы не позволяет нам тратить на это очень много времени. Храни вас Господь. Дорогие друзья, наш портал предлагает вам ознакомиться и пройти нашу викторину, которая была на нашем портале создана. Это прекрасная возможность изучить ваши знания о Священном Писании. Ссылка на эту викторину находится в описании под этим роликом. Вы можете применять это как в воскресной школе для своих детей, так же и для себя, для того, чтобы изучить. Прочитали какую-то книгу Священного Писания, выбрали, соответственно, только ее. И вопросы будут исключительно по этой книге Священного Писания. И вы сможете понять, на что вы обратили большее внимание, правильно ли вы поняли те или иные пассажи этой книги. Геймификация образования — это один из сегодняшних трендов педагогики, когда изучение того или иного материала сопровождается каким-то визуальным контентом, прохождением тестов, викторин или специализированных, подготовленных игр. Здесь подключаются разные зоны нашего восприятия, разные зоны нашего сознания, и, соответственно, человек больше может узнать о себе, проверить самого себя. Поэтому я желаю вам воспользоваться этим прекрасным инструментом и тем самым улучшить ваше знание Священного Текста. Храни вас Господь, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok